То марки, то открытки, то есть личные крапки и так далее, и так далее. А я с детства коллекционировал красивые партии и комбинации. Я еще и коллекционировал, или не то, что коллекционировал, а я хотел собрать самые красивые партии, которые существуют в природе. На самом деле это очень сложно, потому что если раньше, так скажем, в 19-м веке, в начале 20-го, турниров было мало, и партии, допустим, в каком-то турнире получали «През за красоту», она автоматически становится часто партией полугода или года. А потом турниры стало все больше и больше, и уже сейчас проводятся десятки турниров, иногда даже в одной и той же стране, иногда даже в одном и той же городе, несколько крупных турниров, и там есть красивые партии, которые получают «През за красоту», и в другом турнире есть, и как собрать вся красивая партия невозможно. Тогда я придумал такую штуку. Есть такой шарманный информатор, который издается в Югостаде. Ему в этом году ровно полвека. Он впервые был издан в 1965-м году. И в каждом томе там печатаются, печатались и печатаются все партии, ну не все, а не много партий, несколько сот партий, там, допустим, 500-600, которые самые интересные партии этого года. Или полугодия, ну тома, конкретного тома. И тома уходит, раньше выходил два раза, но сейчас он уходит три раза в год. Эти партии, есть комиссии, которые отбирают из них, допустим, 30 партий. Теперь эти 30 партий поступают на присуждение еще одной комиссии, уже более узкой, каких-то известных грэсмейстеров. Эти известные грэсмейстеры, они все партии просматривают и дают оценку партиям. И выделяют, как выделяют свою десятку. То есть первая партия получается 10 очков, вторая партия 9 очков и так далее. Десятая одно очко. И потом валы суммируются, и партия, которая набирает наибольший количественный вал, она объявляется в лучшей партии тома. Вот, поскольку два выходила тома, а сейчас три, то как-то сами, получается, либо две, раньше либо три партии. Вот из них уже я выбираю одну партию. Вот я ее объявляю партией года. Это, конечно, условно, у другого человека, может быть, другой какой-то принцип отбора. Но я вот и становился на таком принципе. В некоторых моих книжках, и вообще я это часто печатал в разные годы, сейчас ровно 50 партий у меня есть. Но все партии мы не успеем посмотреть. Я хотел вам показать эти партии. Ну, по-познему, конечно, будем там и дебютную часть, задрагивать Дима Дишпель и Янешки. В каждой партии свои какие-то красоты, нюансы. Но тем не менее, вот так я представлю. Вам, наверное, тоже будет интересно. Самый лучший партий.